Всем привет! Добро пожаловать обратно в Че еще в Лайф Миддлэйджэс. Мы тут снова играем. Оооо... Никто не ожидал, а мы еще играем. Так. На Ютубе. На Дзене. Привет вам, зрители. Что у нас тут расследование идет полным ходом. Ищем убийцу. Я думаю, что Беатрис... Короче... Походу, Беатрис не подозрений. Я думаю, у нее просто роман с садовником. А мы ввиду... Похоже, что... У них с садовником роман. Но и они скрываются, потому что Беатрис типа королевская особа. Сестра бывшего короля. Ну а садовник, это садовник. Ну и они не могут быть вместе. И у них там шуры-муры. Но мы не нашли ничего, чтобы на нее указывала только на то, что у нее интрижка. Ой, я большой. Но это не преступление. Так. Так что... Я пока ее вычеркиваю списка подозреваемых. Погнали смотреть комнату Виктора. Виктора. Почему садовник сбежал? Потому что ей-то ничего не будет. Ну, будет выговор и все дела. И минус репутация. Вот у садовника могут быть большие проблемы. Она... Он останется без работы. И семья останется без денег. И умрут от чумы. Как бывает в Средневековье. Поэтому погнали в комнату Виктора. Вы находите Виктора у входа в тронный зал. Он разговаривает с очень богатым на вид дворянином. Так. Давай подслушивать. Можно подойти, подождать или подслушать. Конечно, надо подслушать первым делом. Вы прячетесь за ближайшей колонной, чтобы лучше слышать. Господин Пордин, в очередной раз вы прибываете сюда. Неужели вы думаете, что сегодня мой ответ будет другим? Может, надо титул какого-то? У нас же есть титул лазутчика. Давай поставим титул лазутчика. И слушать дальше будем. И все же, Виктор, давайте поговорим о вашем кабинете. Следовать за ними. Виктор с дворянином скрылись за дверью. Слева есть балкон, выходящий на ту же сторону, что и окна кабинета. Окей, мы можем попробовать как Хитман агент 47-й пробраться на балкон, пролезть по трубе и подслушать из окна. И тут что может пойти не так? Хей, йоу, как ты? Хей, йоу, мизерий лавр. Хеллоу, I'm fine and how are you? Велком. Окей. Англичане в чате. Давайте на балкон вылезать. Вы на последнем этаже главного здания. Внизу виден двор замка и несколько шныряющих придворных. К несчастью, окно кабинета располагается в стороне от балкона. Чтобы до них добраться, нужно пролезть по карнизу. Что может пойти не так? Может у нас есть титул какой-нибудь? Скалолаз? Строитель есть? Ловкач? Что-нибудь такое? Это что такое? Это хороший друг? Это Цезарь? Я вообще не уверен, что эти титулы что-то дают, но... Ну давай поставим все-таки лазутчика. строителя. Живой принц, чтобы остаться живым? Ну давайте попробуем живого принца, чтобы остаться живым. Лезем? Вы ловко перебираете руками и скоро безо всяких проблем оказываетесь у окна. А, перчатки только что сработали. Иконка перчаток вот здесь появилась. Прикольно. Навыки вы ничего не умеете. но перчатки перчатки имбы. Случилось непоправимое. Я потеряла свою яшперку и нигде не могу найти. Леди Настя из Воронежа? Спасибо тебе большое с донат. Спасибо за 50 рублей. Какую яшперку ты потеряла? Что за яшперка, Настя? Куда она делась? Позови ее, примани ее на что-нибудь. Что твоя ящерица любит есть? Приманивай ее. Так, творенин тут говорит. Ящер, яшперку в чате, где-то была она в чате? Ну, надо искать. Приманивай. На мед всегда лучше слетаются яшперки. Может, она пиво любит? Да, он подсказывает. Так, тварянин. Эйнхард отнял наши земли, запретил самостоятельно устанавливать права на собственных землях. У нас отобрали принадлежащую нам власть. Опа. Слушаем дальше. Король подумает над вашим прошением, но решение вы услышите, когда закончится Южный Кризис. Или вы хотите просить об этом уже Южного Короля? Если ты нас обманываешь, мы вернем власть силой. Не важно, кто будет королем. Поезжай со мной, сам все объяснишь остальным. А вот и заговор. По-моему, заговор мы только что нашли. Дворяне недовольны. Оборзели. Так, можно открыть окно или ждать дальше? Ждем дальше. Больше ничего не слышно. Очевидно, кабинет пуст. Следующую картину вы наблюдаете уже во дворе. Виктор с дворянином садятся в карету и поспешно уезжают из замка. Вы остаетесь в опасном положении. Можно полюбоваться видом или уходить. Да, самое время полюбоваться видом, когда висишь на окне. Давай валим оттуда. Так. Виктор. Какие-то шуры-муры имеют с дворянами. С дворянами бунтовщиками, которые недовольны положением дел в стране. Ну, как обычно. С ними поехал. Так. Ладно, а как нам остался Аббатур? Короче, Виктор под подозрением. Есть еще Аббатур. Маграф восточного удела. К нему надо ехать в гости. К нему надо съездить. Сначала зайти к Тораку, да? Случайная встреча. О, дерзкий. Эй, ваше величество, не хотите ли сыграть в камень-ножницы бумагу? Опять он. Как ты сюда проник? У меня везде есть связи. На что играем? У меня много ушей. Вы выиграете, я расскажу какие-то секреты замка. Проиграете, я правлю королевством один день. Нет. О, нет. Это разве так работает? Просто, просто проиграем минус сто репутации? Я имею ввиду Вы что хотите жить вечно? Давайте играть Дерзкий, реально Несколько стражников услышали ваши разговоры Сбежались посмотреть и сделать ставки Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Камень, ножницы, бумага Камень светится красным Камень должен быть правильным выбором Он красный Чат Красный цвет, цвет победы Камень Дерзкий мальчуган поставил бумагу и победил О, нет Я выиграл короля Исполняйте обещания Стража в каземат И его Или ладно, правь Имею ввиду Она пускай правит Все равно королевству хана Давай, правь Весь следующий день Дерзкий правил королевством Его указы коснулись родной деревни Которая теперь процветает Жители вам благодарны И вам, и ему Боги Боги Настоящий король Побеждает даже тогда Когда проигрывает Вот так вот Немножко апгрейдов Бездомный лучше король, чем ты Это правда Он правит лучше, чем мы Надо было его оставить Казематы меня Его на трон Капец Ну окей Так По поводу покушения Какие есть улики С кого начнем? Беатрис Теперь у нас есть несколько улик Подозрительные вещи Следы на одежде Беатрис Похоже, Беатрис Пощищает королевский сад Хорошее место для интриг Или любовных утех Но это я и так знаю Листы на столе Беатрис близко общается С архитектором замка Может она использует Эти планы для темных делишек Ну Тут все повторяется Все, что мы и так знаем Вот по Виктору Странная беседа Вот это меня интересует Виктор Какие-то дела со знатью За вашей спиной Возможно он планирует новое покушение Так Ну В принципе мы Немного в итоге узнали Надо поехать в Восточный удел К МакГрафу в гости Так Где у нас Восточный удел А двор Абатура есть Ну тут еще вот Западные владения есть Восточные владения Северные владения Тут еще много где можно ездить У меня подозрение Что все спланировал Александр Да Он что-то какой-то Подозрительный Александр Согласен Согласен Ну поехали К Абатуру Сразу Займемся Вы пребываете во владении Абатура Пока гвардия располагается Вы ждете слугу И решаете чем себя занять Поиграть с местным ребенком Подозрительного вида Поиграть с колосками Король Классный Или демонстративно Тренироваться с мечом Вот мы сейчас с мечом Будем тренироваться Отрубит король Себя палец Или нет Если будет упражняться С мечом Наш король вообще что-то умеет Давай тренироваться С мечом Вы мажете мечом И это привлекает Местную детвору Они облепляют Вас со всех сторон И просят научить их так же Да я сам не умею Осторожно Не подходите близко Является слугой И предлагает Провести вас в крепость Казаться и пойти одному И идти молча Или поговорить по пути Ммм Хмм Ну Можем пойти одному Ну давайте попробуем Услуги что-то выяснить Поговорим по пути Ваше величество Я попробую ответить На ваши вопросы Сколько ты зарабатываешь Где тут таверна Или расскажи мне Про абатура Нам нужна информация Его светлость Макграф Абатур строгий Но справедливый Хозяин С ним Хоть Нелегко Но мы его Уважаем А что-нибудь Плохое Простите Но я даже не знаю Что вам сказать Плохого Ничего не может Сказать Слуга вас побаивается Да и вы не знаете О чем говорить Вы молча идете Пока не оказываетесь У ворот крепости Пошли внутрь Ваше величество На этом я должен Уткланяться В крепости вас сопроводят Пошли со мной Или справлюсь сам Ну в своем замке Абатур не может Планировать Никакое покушение Потому что Это будет не покушение А уже открытая Гражданская война Хотя может ему Этого и надо Если он В сговоре С южанами Во всех РПГ инфа Добывается в таверне Но В королевском платье Мы там особо Не добудем Инфы Бесплатную Бутылочку кофе Мы там добудем Как для короля А вот Информацию Я имею ввиду Мы в короне Мы можем С собой слугу позвать Но зачем 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 нам слуга Ну давай С собой его позовем Пошли со мной Прошу прощения Но мне запретили Входить Другие слуги Встретят вас внутри Запретили Входить Очень странно Внутри вас Встречает стража Уважительно Кланяется И провожает Покоя Мабатура Постучаться Или ворваться Внутрь Да Слуга Кстати Оборзевший Я очень король Если король Тебе говорит Пошли со мной Ты идешь С ним Что значит Запретили Запретили Настолько Что надо Слушаться Королевского Указа Как бы он Тебя не Прирезал Ночью Со своими Слугами Вассалитет Слуга Моего Слуги Не мой Слуга Оно В разумных Пределах Если Ты Слуга И Такой Король Пошли Сопроводи Меня Ты идешь С ним Понятно Если король Тебе скажет Прыгай С обрыва Ты не Прыгаешь С обрыва Но В разумных Пределах Прямой Хозяин Запретил Я об этом И говорю Подозрительно Очередная Дверь Нужна Аккуратно Думаете Если нажмем Ворваться Внутрь Минус Сердечко Уступнемся Головой Об дверь Как обычно Ну давай Постучимся Входите Абатур Наклонился Над большим Прямоугольным Столом На котором Натянута Карта И стоит Множество Фигурок Окей У него Там этот В цивилизацию Играет Осмотреть Карту Или Абатура Давай Карту Осматривать Это карта Королевства И фигурки Изображают Гарнизоны Крепости И города Чем я Обязан Визиту Вашего Величества Вы сомневаетесь В моем управлении Землями Или вам Просто Нечем Заняться Ну Здрасте А Типа Просто Королевский Визит По дружбе Не может Быть Да Мак Граф Абатур Что Не так С тем Что Король Приехал В ваш Замок Это Вообще Типа Честь Все дела Где Тут Банкет Почему Стол Не накрыт Что То Здесь Не То Ставь Колкости Для Своих Слуг Мак Граф Абатур Только Посмотрите Маленький Принц Вырос В мужчину Способного Дать Отпор Ты Вообще Не боишься Или Я могу Приказать Повесить Тебя Не Ну Вот Второе Это Перебор Это Тоже Какой То Джоффри Твоя Голова Будет Висеть На Стене Не Не Ты Не боишься Я Я пережил Побольше Вашего И знаю Чего Бояться Чего Нет Вы Явно Не Попадаете Под Первую Категорию Но Окей Не Не Забывайся Я Король Или Давай По-мужски Давай По-мужски А Давай Абатур Один На Один За Школой По-мужски Вот Это Мне Уже Нравится Ваше Величество Если Вы Меня Победите В дуэли То Я Начну Вас Уважать Погнали Два ХП На Один Больше Чем Нужно Для Победы Готовься Абатур Абатур Кидает Вам Меч Готовится Нападать Взять Меч Звеня Доспехами Абатур Совершает Выпад В вашу Сторону Подножка Уйти В сторону Или Парировать Удар Ну у нас Перчатки Есть В перчатках Мы должны Хорошо Держать Меч Правда Скиллов Ближнего Боя У нас Никаких Не прокачано Вообще Строитель Он Есть Недальновидный Мало Мозгов Есть Ну я Даже Не знаю Титулы Тут Наверное Не Помогут Ну давай Живого Принца Поставим Может Не Убьет Я думаю Надо Парировать Удар Парируем Вы Отклоняете Удар Абатура В сторону Абатур Быстро Оборачивается И готовится Отражать Ваш Удар Так Серия Ударов Или Сблизится Он Большой Он Большой А мы Мелкий Нам Нет Смысла Ити В Ближний Бой Он Большой Старый Но Опытный А наш Чувак Молодой Не Опытный Но Типа Наглый Давай Серию Ударов Проводить Абатур Отражает Все Удары И Проводит Контер Атаку Это Произошло Слишком Быстро Вы Получаете Мощный Удар В Грудь Он Убьет Нас Абатур Ну Давай Нанесем Сильный Удар Вы Размашисто Бьете Абатура По Кераси И Та Проминается Абатур Валится На Пол И Заливается Потом Черт Не Думал Что У Вас Получится Ваше Величество Поздравляю Вы Только Что Нанесли Поражение Опытному Рыцарю Теперь Ты Точно Меня Примешь Титул Получен Гроза Рыцарей Абатур До сих пор В изумлении И рассматривает Повреждение Своих Доспехов Я О Поге Муж Живые Нас Одно Сердечко Несомненно Мне кажется Вы станете Более Великим Чем Ваш Отец Хорошо Теперь Ответь На Вопрос Конечно Я Отвечу На Ваш Вопрос Ты Пытался Убить Меня Хотя Я имею Ввиду Наверное Это Правильный Подход К Такому Мужику А Теперь Я Сильно Сомневаюсь Что Он Действительно Был Ассасином Потому Что Если Был Он Он Вызвал Короля На Дуэль Чтобы Король Доказал Ему Что Может Быть Править Да Он Был Не Стал Планировать Эту Ересь Покушение А Если Был Планировал То Он Был Не Стал Сейчас Провоцировать Короля Наверное На Вот Это И Случайно Его Да Этот Чувак Скорее Всего Бы Просто Поднял Бы Восстание И Все Такое Как Стандартный Вариант Он Был Своих Этих Войнов Поднял Был И Пошел Был Штурмовать Королевский Дворец И Пошел Был В первом Ряду Сам С Мечом Так Что Спросим Его Напрямую Ты Пытался Убить Меня Нет Знаешь Что Я ему Верю Емко Без лишних Отмазок Нет Ну и Хорошо Вот и Поговорили Отлично Вы победили И получили Сильного Союзника Можно возвращаться В замок Ну что Я вам скажу Получается Что Единственное Что Осталось Это Виктор Да Он Прямолинейный Он Не глупый Прямолинейный Он Бы Не стал Грязными Делишками Я Согласен Заниматься Не Нужно Ли Раздать Ставки Синий Команде Сердечко Стырили Не Нельзя Не Нужно Мы Его Потом Провтыкали В лесу Я Вернул Сердечко У меня все еще Под подозрением Собственно Сам Торек Я бы хотел Поехать И Посмотреть Куда Поехал Виктор Попробовать Узнать У меня Правда Одно Сердечко Осталось Ну может Мы сможем Полечиться Где нибудь В восточных Владениях Может Здесь Наверное Где нибудь Есть Впереди Восточные Земли Вашего Королевства Свита Собранная И готова Отправиться В путь Давай Совершим Объезд О Виктор А ты Здесь Что Делаешь Мой Мой король Обороне Этих Земель Стоит Уделить Особое Внимание Здесь Находится Крепость Долины Которая Отделяет Нас От Южан Предлагаю Отправиться К ней Кто Охраняет Эти Земли На севере Абатур Со своими Солдатами А на юге Крепость Ее охраняет Орден Паладинов Пройти Через Поля Или Через Берг Пошли Через Берг Вы Прибыли В Центр Берга Жители С радостью Встретили Вашу Свиту И ждут Что Вы Скажете Речь На Главной Площади Скоро Вей Или Королев Все Хорошо Я Надеюсь Что Может Удастся Избежать Все Таки Мы Договоримся Ну Давайте Скажем Что Все Хорошо Жители Недолго Порадовались Но Скоро Разошлись По Своим Делам Крестьянин Ваше Величество Позвольте Дотронуться До Подола Вашего Платья Чтобы Год Был Урожайный Давай Трогай Крестьянин Испачкал Вам Всю Одежду И Чувствуя Свободу Отправился Приставать К свите Ваш Приближенный В ярости У многих Пропали Украшения Руина Джозы Крестьяне Не образованные Ваше Величество Пожалуйста Отведайте Мой Пирог Вкуснее Вы Ничего Не Пробовали Выглядит Прикольно Клубника Черника Надо Пахавать Ням Ням Сердечко Пирог С ягодами Так и Тает Во Рту Вы Назначили Крестьян Поварих В замке Хорош На следующее утро Вы продолжили Путь В сторону Крепости Через полдня Среди полей Возникли Очертания Каменных Стен Ускоряемся Перед Перед вами Крепость Повидавшая Виды То ли От плохого Ухода То ли От постоянных Набегов Южан У вас Появились Сомнения Может ли Она Вообще Кого-то Нибудь Защитить Так Ну Надо Осмотреть Крепость Вы Прогуливайтесь Вокруг Крепости Пока Вам По носу Стучат Что Обще Происходит Он Просто Пошел Посмотреть На стену Уворачивайся Король О Мой Бог Откуда Ты Из Получь Мы Навстречу Вашей Свити Вышел Паладин О Как У него Чайник На голове Это Чайник Это Не Шлем Чувак У 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 Брат Букберг К вашим Услугам Кем Вы Изволите Быть Я Король Королем Последний Раз Корлем Был Эйнхард Хотя Вы Похожи На Него Верю Это Рыцари Большой Кружки Варлок Виктор Рядом Да Я Думал Он Уехал Навстречу С Этими Орден Пивных Паладинов А Не Кружки Где Главный Сэр Орландо Отправился В спиртовый Поход Его Не Будет Какое То Время Это Реально Орден этих Орден Пивных Паладинов Кто За Главного Я Ваше Величество Брат Бухберг Боже Эти Паладины Еще во Время Найнхарта Были С причудами Пора бы Это Исправить Ну Ты Знаешь Они Вообще То Этот Если Они до сих пор Живы У них Все нормально Может Они не трэш Типа Пьяные Мастера До тех пор Пока Они Нормально На поле боя Себя Показывают То Пускай Блин Бухбергами Делают Да У них Есть Доспехи У них Есть Оружие Как бы До тех пор Пока Они на поле боя Выступают Нормально А вроде бы Таких Проблем Не было К ним Претензий На поле боя Никто Не выставлял Говорили Только что Пьют Свободное Время Но Знаешь Чего Религия У них Такая Да У нас Есть Перк На ремонт Вы правы У нас Жесть Этот Титул Строителя Так что Может Мы им Починим Крепость Давайте Займемся Да Нам Нет Времени Заниматься Роспуском Паладинов Когда Нам Нужно Любые Имеющиеся Мечи В королевстве Сейчас Вот Не самое Время Чтобы Этим Заниматься Потом Все Закончится Потом Будем Разбираться С Пока Что Надо Отремонтировать Креп Крепость Вашему Приказу Прибыл Мастер Камнетез Ремонт Крепости Дело Недешевое Недешевое Потребуется Много Золота И времени Это Это Недешевое 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 Крепость Мастер Взял Львиную Долю Золота Из Казны И Ускакал По Делам Через Несколько Дней Он Вернулся С Новостями Я Объездил Все Деревни Ваше Величество Но Мало Кто Хочет Взяться За Эту Работу Те Кто Хотят Просят Непомерно Много Золота В смысле Что С Дела Они Что Не Знают Для Кого Заказ Да Может Поэтому Столько И Просят Окей Ладно Выбора Нет Давай Дадим Золото Мастер Ускакалы Вернулся Чуть Несколько Дней Опечаленный Плохие Новости Ваше Величество Разбори Чьи Которых Я Нанял Так И Не Прибыли Я Виноват Перед Вами Чего Блин Что Происходит Почему Мы Какого Идиота Наняли Он Ничего Не Сделал Строить Розыск Или Дать Денег На Новых Рабочих По Моему Это Скам Устраиваем Розыск По Моему Нас Скамят Чат Окей Его Не Отпускать Пока Что Время На Время Разбирательства В Темницу И Устраиваем Розыск Новости На Недобросовленных Камнетесах Разлетелось По всему Королевству Но Крепость Быстрее Строиться Не Стало Ладно Даем 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 Денег На Новых Рабочих Мастер Обещал Что Больше Не Подведет И Действительно Через Три Дня Новые Рабочие Пришли На Поклон Ваше Величество Мы Готовы К работе Что Тут Тебе Нужно Строить Вы Должны Ремонтировать Крепость О Крепость Как Скажете Мил Зарь Ну Я Только Сарай Свой Строил Из Дерева Ну Ничего Но Учимся Что С Этим Королевством Какого Черта Какой Сарай Вы Кто Такие Вы Пригляделись К Рабочим Это Хлебопашцы Пастухи Несколько Нищих Чего Так Ну Нас Точно Скамят Позвать Мастера Или Спросить Платят Ли Им Сейчас Мы Их Допросим И Потом Кто Пойдет На Плаху Вам Платят Конечно Ваше Величество Господин Мастер Платит Нам Ровно Две Гуроховые Похлебки Каждый День Да Храни Его Бог Ах Ты Козел Ну Все Кого Плаха Ждет Позвать Мастера Мастер Прибыл Чтобы Ответить На Ваши Расспросы Это Даже Лучше У Простых Мужиков Силы Больше И А А А Только Это И Нужно Притески Камней Не Переживайте Сделаю Из них Лучших Кадмин Чиков Так Им Даже Не Платишь Забочишься Кадмин Ваше Величество Все Во Благо Королевства Так Сказать Ты Меня За Дурака Держишь Мастер Сделал Удивленный Вид Ни В Коем Случае Почему Его Величество Такой Нетерпеливый Скоро Все Будет Готово Я Даю Слово Да Скоро Будет Все Готово Все Будет Готово К Твоей Казни Арестовать Мастера Новая Об Аресте Мастера Порадовало Дворян Все Были Уверены Что Это Мошенник Вы Думаете С Чего Вы Это Взяли Что Это Мошенник Я имею Ввиду Никаких Не было Предпосылок Боже мой Чем Я Заслужил Такое Недоверие Позвольте Мне Исправиться Я Все Сделаю В Срок Вытрясти Из Мастера Деньги Он Он Ничего Типа Сказать Ему Верни Золото Окей Стража Разберитесь Все Верните Все Его Деньги Обратно Потому Что Он Оборзел Еще Нашел У кого Красть У Короля В Наглую Окей Вытрясти Из него Деньги Солдаты Хорошо Размялись Избивая Обманщика Но Золото При нем Не оказалось Восстановить Ветхую Крепость Не получилось Блин Какая Руинища Гоблина Надо было Нанимать Да Гоблина В бригадиры Надо было Так Ладно Мы пока Поедем Отсюда Сюда Нельзя Вернуться Блин Я Думал Я Думал Поехать На север Гоблину Взять Гоблина И послать Его сюда Но Нельзя Вернуться Ёшкины Кошки Да Аукнется Но Кто ж Знал Что оно Вот так Типа Если уехал Уже Не вернуться Мой план Был Выходим Едем Забираем Гоблина И типа Ну ладно Посмотрим Давайте Вернемся Сейчас В замок Закончим Расследование А там Посмотрим Так Да Возвращаемся К Тореку Так По поводу Покушения Улики Про Абатура Бой С Абатуром Он Поднял Вас На Меч Это Возмутительно Простите Ваше Величество Абатур Крайне Прямолиней Но Он Человек Чести Ну И В Принципе Вот Ну Походу Мы Все Исследовали Что Могли Или Нет То есть Мы Можем Сейчас Назвать Убийцу Или Попробовать Еще Поездить Методом Исключения Это Должен Быть Виктор Либо Это Вообще Торек Я Фиг Знает Питю На Плаху Виктор Имел 101 Возможность Убить Как И Все Остальные Как Все Остальные Короче Походу Виктор В бездну Список Тащи Его На Плаху Виктор Вы Уверены Это Серьезное Обвинение Это Шутка Ха Ха Знаете Что Давайте Пока Не будем Трогать Эту Штуку Может Объехать Королевство До Конца А Потом Вернуться К Обвинению Больше Инфы Получить Чат Говорит Казнить Виктора Съезди Кэллис Это Хорошая Идея Ок Ой Блин Там же Гоблин Живет Да Поехали На север Кэллис Может Она Че Узнала Хотя Поехали Может Сюда Заедем Сначала Не Поехали Кэллис Эллис Кто Такая Эллис А Вот Виктор Теперь С нами Ездит Мой Король Для любой Войны Нужны Деньги А Сейчас Самое Время Собрать Дань Севера Если Вы Готовы Мы Можем Выдвинуться Прямо Сейчас А Зачем Нам Дань Ваша Милость Изволила Вести Подготовку К войне Разве Не Так Ну Я Готов Ладно Хотя Подожди Что Что То Здесь Не Так А Ну Сюда Попробуем Сначала Съездить Что Здесь Мой Король Свита Собрана Мы Можем Сейчас Отправиться В деревню Кристиана И Обсудить Подготовку К войне Интересно Если Мы Виктора Казним Что Здесь Будет Виктор Дает Советы Это Вряд Леон Ну А Что Он Не Должен Давать Советов Должен Сидеть Так И Молчать А Кристиан Это Тот Чувак Макграф Западного Удела Так Ладно Все Понятно Окей Тогда Поедем Сначала В Северное Владение Слева Будет Академия Или Как ее Называют Башня Калистрата Не Желаете Ленавидеться Туда Желаю Знакомая Башня Мы Там Были Вы Прибыли В башню Академии Ворота Вам Открыл Чудной Глиняный Страж Королевская Свита Расположилась На первом Этаже И Хозяин Академии Предложил Вам Пройти В его Кабинет Осмотреть Академию Мы Вообще Здесь Учились Ну Давай Следовать Ну А давай Осмотрим Кто-то Из студентов Слушает Лекции Кто-то Поддерживает Порядок Башни По словам Калистрата Здесь Учатся Тридюжины Человек А знаю Мы Здесь Мы Здесь Тоже Учились Вас Усадили В удобное Кресло Калистрат Чем Удостоен Вашего Визита Мой Король Как идут дела Неплохо Ваше Величество Спасибо Со всеми Нужными Мы Справляемся Сами А зачем В королевстве Академия Действительно Крестианские Дети Сироты И любой Желающий Может найти Здесь Кров И пропитание Разве Это Не Замечательно А какая Тебе Выгода Калистрат Оставите Себе Добрую Память Хорошо Тогда Успехов Вы Еще Немного Поговорили О незначительных Делах И на Следующий День Покинули Академию Вот Как Весело Баги Лаги Чат Вы Здесь Все Хорошо Нет Вас Нет Здесь Это Иллюзия Ок Концу Дня Вы Прибыли На Границе Вы Были На Границе Белого Леса Свита Дворян Просит Остаться И Устроить Ледяные Забавы Ну Давай Устроим Ледяные Забавы Мы Наверное Сейчас Умрем Да По Вашему Приказу Крестьяне Вырубили Ледяные Кубы Из Замерзшей Реки И Построили Из них Небольшой Дворец Вашим Дворцом Восхищается Вся Округа Но Дворяне Хотят Еще Развлечений Ок Мы Точно Умрем Если Мы Будем Дальше Заниматься Развлечениями Потому что Наш Король Не Может Ступить Шагу Чтоб Ему Какой Льдина На Голову Не Упала Давай Двигаться Дальше Ну В баню Дворяне Расстроились Дворец Расставил Через Несколько Дней А Эфиг Тут Среди Сугробов Показалась Заснежная Деревня А это Значит Что Ваша Свита Добралась До Поместья Блэйков Заходим Вас встречает Вольфган И просит Остановиться Ваше Величество Боюсь Леди Элис Сейчас На Охоте Мы Не Готовы Вас Принять Как Это Не Готовы Что Значит Не Готовы Ладно Ну В принципе Ну Я Конечно Могу Понять Че Подозрительно Ладно С Элис У нас Проблем Нет Мы Не Будем Тут Устраивать Разборки Король Не Король Но Все Таки Без Отсутствия Хозяина Скорее Всего У них Приказ Не Впускать Вооруженных Людей В Замок Ладно Шатры Снаружи Свитой Гвардия Расположилась В шатрах Рядом С Домом Блэйков До Вас Дошел Слух Что Гвардейцы Из твита Устроили попойку Костра И вы Услышали Звуки В драке Навести Порядок Или Ворваться В драку Король Ты молодец Давай Просто Пальчиком Махай И у тебя Одно Сердечко Когда Вы подошли Бой Уже Окончился Выстоял Один Боец Им Оказался Вольфкан Остальные Лежали Обезоруженные Вольфган Мастер Кунг-фу На что Вам Кунг-фу Круто Непростой парень Лысый брат Знает Джиу-джитсу Ну наказывать мы его не будем Ладно уж Он же их не поубивал Обезоружил И вообще Что это они такие лохи Он один всех положил Надо им подзатыльников Надавать Как ты их одолел Вольфган скромно Показал на свои руки А Свите не понравилось Что их обидчик Не был наказан Ну Знаете что Если один чувак Руками Разоружил Всю мою стражу То Может мне эту стражу Надо уволить И нанять этого чувака Раз Стража должна вообще сидеть И не пищать После того Свите не понравилось Вы оборзели Вас один безоружный Чувак Всех положил Что за дела И они еще и недовольны Здесь корону у меня забрали Вольфган присел у костра И закурил трубку Закурил трубку Научи меня драться Мастер Или спросить про Элис Пофиг на Элис Учи меня драться Вы разговорились И Вольгал Согласился дать вам Пару уроков На следующий день Это конечно Большая честь Но я не беру В ученики Без базовых знаний Сейчас я Проверю вашу подготовку Окей Мы умрем Мы так Мертвы Окей И не надо У меня есть Гвардия Окей Подожди Подожди На моя гвардия Ничего не стоит Походу Принять оборонительную стойку Не ждать И напасть Ну давай Примем оборонительную стойку Не бойтесь Это всего лишь Вопросы Должно быть Вы повидали Немало боев Как вы хватаете Меч При виде Противника Сжимаю крепко Чтобы не выронить Или держу Расслабленно Чтобы не терять силы Окей Ну я занимался Фехтованием Ну Держать меч Надо Аккуратно Но крепко Типа Мечи на самом деле Не очень тяжелые Если А если они Не какие-нибудь Мега двуручи Но мега двуручами Никто не дерется На самом деле Они только в играх Существуют Мечи легкие Реальный ответ Немного Первого Немного Второго Клеймора Тоже легкая Относительно Ну там Полчаса Как помашешь Так руки болят Но Даже если просто Пустыми руками Полчаса Помахать Они болят Мечи не может быть Тяжелым Иначе Ты не сможешь Им Работать Да Это продолжение Вчерашнего Забега Короче Странные Ответы И то И другое Верно В разных Ситуациях При виде Противника Наверное Расслаблено Вольф Однодобрительно Закивал Ладно Если вы Видели Много Боев Сколько В среднем Длится Один Бой На Мечах Минут Десять Пол Минуты Пол Минуты Эти Киношные Бои На Мечах Абсолютно Не соответствуют Действительности Если Этот Ну вот эти Голливудские Фильмы Про Средневековье Которые Они там Дерутся Прыгают Вращаются Вокруг Себя Это Не существует На самом деле Обычно Это Заканчивается Реально За пол Минуты Все То есть Там Выпад Выпад Парирование Удар Все Вла Латный Бой Это Другое Но Латный Бой Латный Бой Это Другое В Латах Не Используют Меч Это Вопросы Про Дуэли Я думаю Без Доспехов Либо Легких Доспехах В Латных Боях Меч Бесполезен Там Использовали Кинжал Или Булаву Да Бой Двух Рыцарей В Латах Не Выглядит Как Голливудская Битва С мечами Спарирование Бой Двух Рыцарей В Латах Это Короче Два Таких Танка Друг 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 Пытаются Заломать Свернуть Друг Друг Другу Шею И Просунуть Кинжал В Сочленение Между Латами Они Тупо Валяются В грязи Пытаются Друг Друга Задушить Прибить Никто В латах Мечом Не будет Махать Он Бесполезен Так что Реальные Бои Дуэльные Полминуты Действительно Исход Битвы Часто Решает Один Точный Удар И Последний Вопрос Какую Дистанцию Вы Выберете При Битве На Мечах Короткую Подлиннее Или На Расстоянии Клинка Ну Тоже Вопрос Такой Зависит От Стиля Там Столько Стилей Было Разных Там Просто Миллион Этих Манускриптов С Разными Стилями Вопрос Некорректный Расстояние Выстрела Да Револьвер Да Подлиннее Чтобы Время На Додж Ну Да Никто Не Додж Оно Не Так Работает Ты На Мечи Ходил Но Я И Говорю Что Вопрос Некорректный Потому Что Потому Что Не Имеет Смысла Зависит От Того Что Ты Пытаешься Делать Какой У тебя Меч Надо Брать На Расстоянии Клинка Меньше Шансов Заруинить На Длинной А Если У тебя Меч Может Быть Короткий Какой У тебя Меч Где Надо Брать Третий Это Единственный Ответ Который Имеет Смысл Браво Король Браво Хорошо Я думаю Я смогу Научить вас Искусственно Владеть Мечом Кстати Если бы Мы сначала Съездили сюда И обучились Наверное С аббатуром Было бы попроще Да Приступить к занятию Навык фехтования Если бы мы сюда Съездили А потом К аббатуру Было бы Блин Меньше проблем Всю неделю Вы упражнялись С мячом Под руководством Вольфкана Вскоре Ваш навык Значительно Вырос Поги Дань собрана В полном объеме Ваше величество Мы можем Отправляться Дальше А Элис Спрощавшись С жителями Двора Блейков Вы отправляетесь Обратно В сторону Замка Мы Элис Даже не дождались Вместо Леди Вместо встречи С леди Мы потренировались Поупражнялись Боя на мячах С лысым Мужиком Я имею ввиду Тоже Неплохо Тоже Неплохо Кто такая Элис И где Она живет А может Она не курит А вдруг Она не пьет Ну пошли В западные Владения Тогда уж Раз мы здесь Поехали К этому Кристиану Роналдо Вы прибываете В деревню На улицах Полно людей И прилавков С вкусной едой Которым Тут же Набежала Ваша свита Вокруг Царит Атмосфера Праздника Кто-то Строит сцену Другие Украшают Столбы И здания А че Это у нас Тут за Пир Во время Чумы Так Надо узнать Что происходит Вы обращаетесь К первому Попавшемуся Кристианину Стоящему За прилавком Добрый день Благородный Сир Я могу Вам чем-то Помочь Кстати Советую Попробовать Жареные Ягодицы В моем Прилавке Говоришь Свиные Ягодицы В твоем Прилавке Ням-ням-ням-ням-ням-ням Да Вкуснейший Деликатес Вам обязательно Понравится Обязательно Попробую Тогда я Обязательно Угощу вас Эй Где ягодицы Что за дела Кристианин убегает По зову своей жены Отдай ягодицы Надо спросить Еще кого-нибудь Вы решаете Обратиться К женщине Которая сидит В стороне На лавке Что Тоже скучаете Амм Что здесь Я король Что здесь происходит Праздник урожая Жители деревни Развлекаются Перед первым днем Засеванного Урожая Да Я скучаю Женщины На мгновение Словно Загораются глаза После чего Она встает И уходит И вы чувствуете Счастливым Что вообще Происходится Свиних Свиных Ягодиц Не дали Ведьма Какая-то Да Что это было Вообще Что происходит Надо найти Кристиана Срочно Вы находите Кристиана На площади На главной площади Он занят Подготовкой И не замечает Вас Так Красную выветку Растяните Между высокими Столбами Сразу за ней Будет сцена С министрелями Музыка должна Встречать гостей И поторапливайтесь Скоро все начнется А вы тут Празднуете О конечно Мы отдыхаем Впереди посеев И много работы Нужно расслабиться И накопить сил На следующий сезон Ну давай обсуждать Подготовку К войне О боги Южа Не дело срочное Но займемся им После праздника Пускай люди Порадуются Пока могут Смотрите Ваше величество Сегодня будет Большой праздник Может вы желаете Присоединиться А имею ввиду Да Почему бы И да Ну Мы не хотим Тут Приезжать И Начинать им Портить праздник У них один день Праздник Это крестьяне Они работают 83 месяца В году И у них Обычно там Два праздника Какой-нибудь День зимнего Солнцестояния И вот День урожая И все К тому же Нам обещали Свиные ягодицы А мы их Все еще Так и не увидели Так что Почему бы И да Отлично Когда солнце Зайдет За горизонт Мы начнем Возьмите Эту маску Ваше Весочество Маска Лева Что это Ой Простите Ваше величество Забыл предупредить Обязательной традицией Является Ношение масок Хорошо Теперь я Лев Маска Сидит на вашем лице Как влитая Теперь вас Не узнать Вы пробираетесь Через толпу народа Но внезапный поток Людей Выдавливает вас В неизвестную сторону В воздухо Вы провалились За натянутой ткани Скорее Оказались В импровизированном Помещении Скорее Вы понимаете Что находитесь За кулисами Какого черта Вас замечает Взволнованный человек Как ты здесь оказался А впрочем Ладно Времени немного Осталось Слушай Ты умный Или сильный Так Умный Или сильный Ну Как тебе сказать У меня есть Ачивка Недальновидный Умный Умный Не сильный Уж точно Глядя на хп Окей Тогда умный Отлично Тогда иди туда Поможешь Выступающим О нет Вас вытолкали В помещение К охотнику Репетирующему Свои шутки И двум Тролям Которые Невонятно Откуда Здесь Взялись Окей Это их Сценические Псевдонимы О Мы тут Сценку Ставим Ну С этими Актерами И деревянными Мечами Настоящие Мечи Не разрешили Будешь С нами Ты Теперь Тоже Актер Окей Что за Сценка Королевство Будем Захватывать Ты будешь Злым Королем А мы Славным Герцогом И Герцогиней Как Удачно Окей Я с вами Отлично На меч Деревянный Будем Сейчас Это Репетировать Тролль Замахивается Бутафорским Мечом Но На самом Деле Бьет Кулаком Уклоняться Уклоняемся Удары Тролля Медленные Так что Вы успешно Уклоняетесь Нет Так плохо Я должен Тебя Победить Стой Смирно Сейчас Ударю Обмануть Вы уклоняетесь От удара И стонете Делая Вид Что По вам Попали Герцог Принимает Поднимает Вас За голову И болтает Перед Воображаемой Публикой Ожидая Оваций Что Теперь А теперь Иди И найди Нам Морковки И Ослов Зачем Но Зачем Хватит вопросов Ты актер Или кто Иди Ищи Выступление Скоро По моему Да Шрек Референс Окей Давайте Искать В деревне Попросим Кристиана Пускай найден Видят Троллей За вашей спиной Кристиан Даже Не задает Вопросов По его Распоряжению К вам Приводят Ослов И корзину Морковки Молодец Хороший Актер Теперь Мы готовы Пошли Выступать Ну С Богом Удачи Вам Точно Понадобится Представление Начинается Пришло Время Выйти На сцену Вы играете Короля Восседающего В своем Замке А бравые Тролли Едут На вас На ослах По Сценарию Или Против Сценария Троллей Я даже не знаю Давайте Против Сценария Большой Мозг Биг Брейн Вы Выбрасываете Морковь За сцену Что заставляет Ослов Кинуться За ней И унести Троллей Прочь Зрители Аплодируют Получена Ачивка Непревзойденный Актер Импровизация Когда Тролли Вернулись На сцену Вы ожидали Своей смерти Но герцог Лишь почесал Затылок И показал Вам большой Палец Фук Выступления Закончены И время Получать Награду За смешную Сцену С королем Башмачником Трупа Троллей И Награждаются Тремя тыквами И парой Новых сапог Разделить Награду Или оставить Награду Тролям О блин Сапоги Наверное Может быть Имба Надо брать В обычной РПГ Я бы Конечно же Отдал Награду Тролям Но честно говоря Здесь предметы Фиг найдешь Эти перчатки Нас уже Несколько раз Сейвили А мы их Получили Рандомно В каком-то Ивенте Я уж не помню В каком Давай Делим Награду В результате Того Что тролли Не умеют Считать Вам Достается Три верхушки Тыкв И один Левый Сапог Ну На один Сапог Больше Чем Было Праздник Подходит К концу И где-то Вдали Появились Первые Лучи Солнца Вы порядочно Повеселились И выжили Живы Кристиан Приглашает Вас К столу В свой дом Сердечко Поги Корыстьянин Которого Вы встречали На ярмарке Наконец Нашел Вас И гордо Преподнес Вам Свиные Ягодицы На блюде Нежное Мясо Так и Тает Во рту Ням-ням-ням-ням Сердечко 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 Наконец То Ягодицы Ура Так Ладно Все Шутки Кончились Ягодицы Кончились Время Серьезными Вопросами Заниматься Хватит Мы тут Вообще У нас тут Серьезное Политическое Дело Кристиан Я думал о возможной Войне И опечалился Глядя на это веселье Скоро всему Придет конец Хочешь мира Готовься к войне Вы правы Ваше величество Я постараюсь Сделать все Что в моих силах Чтобы подготовить Ополченцев Можете на меня Положиться Поесть и выпить Кристиан Слегка Перебирается Алкоголем И начинает Говорить Про своего Сына Мой сын Лоуренс Я ему говорил Не иди В торговце Ким было Это дело Зарезали Его бандиты Моего единственного Любимого сына Печально Вы поддерживаете Разговор Утешайте Кристиана Ваше величество Спасибо Что присутствовали На празднике Народу Это понравилось Наветывайтесь Еще как Нибудь И вам Спасибо На ночь Вы остаетесь У Кристиана И с утра Отправляетесь В путь Знаешь что Этот Кристиан Оказался Неплохим парнем Че-то Когда мы Уэллис Тогда встречались Он Че-то Ся как Поросенок Вел А тут Вроде Нормально Кристиан Нас Не узнал Потому что У нас Тогда были Жесткие Шрамы Другая Одежда Ну Макияж Все дела Королевский Так что Походу Не узнал Нам же Шрамы Подлечили Кристиан Оказался Нормальным Нормальный Чувак Так Ну видимо Мы все сделали Осталось Казнить Виктора Что ж Прошлой ночью Вы так и не смогли Поспать Голова идет Кругом И глаза Слипаются Но дела Не ждут Вы постоянно Ловите на себе Странные взгляды С лук И придворных Чего? Пройти Одинокими Коридорами? Вы Зарешаете Избегать Лишних взглядов Но через время Вам приходится Вернуться Влюбное место Ваш величество Вы Это вероятно Новая мода Я кажется Слышал Что так ходят В южном королевстве Чего? Король голый? Король голый Маску забыл снять? О чем ты? Мужчина выступает Под на лбу Он начинает Заикаться Убегает Оставив вас Без ответа А, окей Это 100% Голый король Да? Вы сейчас Замечаете Что утром Забыли надеть Штаны Теперь понятно Почему на вас Так реагировали Я и не такое Я и не такое могу Окей Не-не-не-не Так и надо Я король Я и не такое могу Я вообще король Я вообще король Под возмущенные крики Дам Вы срываете с себя Портки И шагаете дальше сегодня к вам не подходили с обращениями и вы смогли лечь рать под раньше спать я и не так кто здесь король кстати плюс сердечко сердечко полечили корону потеряли ну корона переоценена окей так ну что мы готовы вынести вердикт судя по всему виктор это киллер да мы обвиняем виктора ваше величество я отдам приказ об аресте виктора позже вы сможете нами навестить его в темнице отлично все виктор пошел в темницу нас все еще 2 глава да да пошли в темницу сейчас мы его будем допрашивать да ёшкины кошки на ваше плечо легла тяжелая железная рукавица что александр а ёшкины блин не пугай найдешь время потренироваться со мной хочу проверить новые удары давай как раз фехтованию научился вы отправились сад прямо как в детстве какое оружие выберешь настоящий меч или деревянный меч конечно настоящим тренироваться чё уж там давай убьем александра просто возьмем и убьем александра случайно на тренировке что может быть лучше ладно давай на настоящих мечах только аккуратно вы взяли два отличных длинных меча дворяне в саду собрались посмотреть на вашу тренировочную дуэль александр пытается вас запутать выбирая разное положение для атаки ждать и наблюдать или атаковать первым ну кстати в реальном бою на мечах нельзя в защите все время сидеть этот данным надо поставить кстати титул гроза рыцарей в реальном мечу в реальном бою на мечах если ты сидишь в защите ты раньше рано или поздно пропустишь контр-атакера очень тяжело делать поэтому реальный бой на мечах он больше атакующий чем защитный с обоих сторон то есть это только в играх можно сидеть в парировании бесконечно блочить на самом деле ты очень пропустить удар намного легче чем его парировать ну давайте все равно ждать и наблюдать выловили момент когда александр начал замахиваться и угадали направление его удара дворяне рукоплещут вашему успешному блоку александр впал в ярость и дерется как будто уже серьезно сбежать или защищаться не ну мы будем защищаться мы есть король вы отразили удары сбили александра с ног кажется в его глаза вернулась сознание торак пришел ваше величество ваша светлость остановитесь вы хотите упростить жизнь южанам если вы убьете друг друга здесь то пользы не будет никому надо мы просто только начали торак еще долго читает новоучения и настрой продолжать дуэль пропал ну вот не дали поиграть виктор достаточно стар поэтому его посадили в камеру повышего новоудобства смотреть камеру или что с охраной а что с охраной единственный стражных тихо посапывает на табуретке разбудить вставай и не трогай меня сволочь а ваше величество прошу прощаюсь просить мое поведение и понял что это вы ах ты плебей или ничего страшного чё-то у нас стража все время везде спит почему у нас стража спит что с дела нет ничего спать на посту накричать на него но потеряли блин на корону вы используете весь словарный запас чтобы сообщить стражнику coin плохой ну блин как-то тупо приходит король в темницу с проверкой стражник спит на посту среди бела дня не ночью хотя в тюрьме ночь самое время чтобы быть на чеку не утром там в 4 утра он спит на посту среди бела дня приходит король такой типа и начинает ругать стражника и теряет этот уважение людей своих людей короны что эти обозначают что блин как мы потеряли эту корону чем мне надо было похвалить его за то что он спит на рабочем месте к тому же стражник в королевской блин тюрьме которая должна быть самой надежной тюрьмой в мире а премию ему высып выписать да только пенделя ему вызов выписать волшебного да в реале такой стражник минимум без работы остался бы а максимум без головы стражник встает на пост с потерянным видом начинает всхлипывать так проведать виктора в углу камеры виктор пишет что-то за письменным столом поговорить с виктором ну давай прикажем открыть дверь зайдем к нему в камеру виктор удивленно смотрит на вас но ты свободен или закрыть дверь окей окей я думал я думал что мы зайдем чтобы с ним поговорить лично на ну лицом к лицу так сказать но видимо тут можно его освободить давай закроем дверь обратно поговорить с виктором ваше величество как я понимаю вы не просто пришли проведать старика просто мелко для короля крыть стражника трехэтажным матом для этого есть торек вот его и нужно накрыть тоже правда лоркер фигни не скажет спасибо лоркер задана спасибо застой сердечком ну тороку бы прописать за беспредел стража но ему бы прописать уже раз 50 надо было отчет вот нет кнопочки прописать тороку пенделей ток вот никак не получается спасибо лоркер большая задана есть смысл в твоих словах как я понимаю вы не просто пришли проведать старика да нет эти две а два ответа означает этот вид но и тоже окей да сир прежде чем выносить приговор скажите почему вы решили что это я есть доказательство интересно прошу вас поделитесь подробностями разговор с творянином весомое доказательство эх вот я старый балбес ваше величество если мои слова еще что-то значит это был не я но это ваше решение я приму наказание принять решение стражник с беспокойством смотрит на вас казнить виктора отпустить виктора или пускай суд разбирается суд наш суд самый справедливый суд в мире ну давай пускай суд разбирается суд это не ты случайно но видимо есть суд пускай суд разбирается доказательства у нас есть только против него и все все остальные окей мы я точно уверен что это не аббатур прям на сто процентов беатрис но чет не похоже там какие то мутки с садовником который будет вырезает из цветов фигуры обнаженные фигуры леди предполагаю собственно беатрис у них просто роман с садовником и все остается только виктор методом исключения так что пускай суд разбирается у нас тут честно все справедливый суд сражник внимательно слушает ваше распоряжение как прикажете ваше величество передам торакую вас известят о результатах суда я пошел суд про проходил несколько дней дворяне взвешивали важность всех улик и в конечном итоге виктора приговорили к колесованию но хотя бы дворянскую смерть можно было он дед ну насть был невиновный виктор дед или дворяне казнили подельника ну да ну да ранним утром к вам в покое приходит торак ну и что такое то у нас какая глава еще еще вторая да ваше величество простите что потревожил ваш сон нужно выбрать нового советника хотел лично порекомендовать двух кандидатов сэр борс и сэр морган хорошо зарекомендовали себя окей борс и морган даже не знаю кого выбрать оба такие подожди этот борс это не тот дерзкий сэр борс молод и при дворе совсем недавно происхождение его для многих загадка но он показал себя отличным управленцем а я сужу в первую очередь по делам это дерзкий который просто замаскировался это он это он окей мы нанимаем его да он сто процентов окей а кто такой морган сэр морган происходит зре древнего рода и живет при дворе всю свою жизнь такой человек отлично справится с обязанностью советника мы сто процентов берем этого дерзкого окей я готов сделать выбор давай дам дерзкого спасибо я передам ваше решение через несколько дней новый советник вступит на службу открыты пути делегация южан и королевская свадьба так глава у нас пройдена нет все еще вторая глава королевская свадьба подожди на ком мы женимся что ааааа о борз пришел здорово борз ваше величество королю подобает иметь королеву прошу прощения но вы так не считаете а есть ли кандидатки сейчас посмотрим я советую обратить внимание на графиню севера элис Славится своей красотой И вы укрепите свое влияние В тех краях Ну а кого вы видите королевой О, кошка-жена Элис и кошка-жена Какой выбор Одна леди с фиолетово синими волосами Вторая леди с синими волосами Что-то мне подсказывает, что Что-то у них все тут Чат говорит, кошка-девочка точно с юга Почему вы так решили? А есть ли еще кандидатки? Светник развернул список Привилегированных особ вашего королевства Да, сир, есть одна госпожа Зовет себя герцогиня Деогри А это кто такая? Говорят, красотой не славится Но у нее есть титул Претензии на земли и другие особенности Опа Опа Подождите Это Огар Это Огар из Шрека Принцесса Огар из Шрека Герцогиня Деогри Видите Деогри Надо посмотреть на нее В зал пожаловало создание Отдаленно напоминающей человека И вас оставили наедине Мадам Деогри Окей А чего ты хочешь, герцогиня? Ням Я люблю животных Подарить козу? Герцогиня подкрепилась вашим подарком Прямо у вас на глазах И громко рогнула на весь зал Огар из Шрека Теперь герцогиня добрая Теперь герцогиня готова становиться королевой Делайте меня королевой Я имею ввиду Чат У нее есть связи Шутки шутками Но Я имею ввиду Ваша кошка девочка Сможет в бою Сожрать десяток вражеских воинов Или нет Че-то я сомневаюсь А это леди Если нужно В первых рядах пойдет и будет танчить Она так хороша Вражеских кош Выходи за меня Я люблю тебя Выходи за меня У Элис есть связи? Да, но Элис не так сильна Выходи за меня Я согласна Рыгает Я не умею рыгать Только мне надо подготовиться Оставьте меня тут В странном зале одну Прошло несколько часов И ваша королева не выходит Деликатно постучаться Ответа не последовало Войти Страшники выбили дверь Внутри вы не обнаружили Ни жены Ни драгоценного Столового сервиза Только распахнутая Настя Шакно Она украла Она предала нас Она украла Наш королевский сервиз Что за дела? Я любил ее Я любил ее Почему у меня кнопочки Не работают У меня кнопочки Не работают Ты был мне братом Энакин Я любил тебя Окей Я думаю что это хороший момент Для того чтобы закончить К сожалению у нас ставка не сработала Потому что глава так и не закончилась Ну не знаю Здесь может еще 3 часа главы чат Но мы уже будем заканчивать На сегодня эту игрушку Это хороший момент для концовки Хороший момент для концовки Да ставку придется отменить Но честно говоря Знаете что? Кто же знал? Кто же знал что тут Такой долгий Что тут такие долгие главы Мы в следующий раз Что-то получше придумаем С казиношкой Извините за отмену Надо что-то поумнее придумать Насчет глав я протупил Не игрушка огонь Игрушка восье огонь Просто супер Сервиз украла Просто взяла и украла сервиз Она же специально назвала тебя маленьким сморчам Чтобы ты вызвал ее на дуэль А козу всякий подарить может А мы могли ее на дуэль вызвать А я там вроде не было опции На дуэль вызвать Спасибо луркер большое за донат Я там что-то не видел Бойся жизнь Ну игрушка прям классная Смешно Слишком много глупых последствий Ну так оно получается смешно из-за этого Комедия и получается так Если бы оно все было логично Было бы не так интересно Поэтому да Пошли в поле с коровками